11 марта. Ровно три месяца со дня погрома на Манежной площади. В январе, феврале анонимное движение 11 декабря пыталось устроить что-то вроде 31 чисел на триумфальной, но только в радикальном варианте. И вновь вывезти националистов к стенам Кремля. Милиция действовала тогда превентивно, никаких беспорядков допущено не было, а младых людей подходящего внешнего вида заранее забирали в милицейские автобусы. Сегодня Манежную площадь вновь оцепили ОМОНовцы и специальные отряды внутренних войск, однако националисты на площади не появились. И наш корреспондент Илья Васюнин был сегодня в центре города и сейчас мы у него спросим, что все-таки происходило. Илья? Добрый вечер, коллеги. Ну действительно анонимный протест похоже кончился. И дело в том, что судя по всему мы наконец-то можем сказать, кто стоял за этим анонимным протестом. Как развивались события? Ну 11 числа, как мы знаем, произошли вот эти вот события на Манежной площади. Ровно через месяц, 11 января в городе появились анонимные листовки с призывами выйти. Прежде всего обращались к фанатам выйти вновь на площадь, повторить этот вот успех. Обращались к фанатам всех клубов. В твиттере появился специальный аккаунт, который также призывал, собственно, людей сплотиться. В нем выкладывались новости со всех концов Москвы о том, есть ли милиция, есть ли собираются люди с Кавказа приезжие и так далее и тому подобное. Тем не менее, 11 числа, 11 января появилось достаточно много, достаточно немного людей, может быть сотни, чуть больше. Ну, школьники старших классов или студенты начальных курсов, может быть. При этом действительно милиция их хватала оперативно и распределяла по автобусам. 11 февраля, через месяц, вот некие эти неизвестные люди не отказались от идеи все-таки повторить Манежную площадь, но тут уже стало более или менее понятно, кто именно стоит за вот этим, как бы, движением, которое выдавало себя за такое общефанатское объединение, анонимное, конечно. Дело в том, что на сайте ДПНИ появились открытые призывы, ну, там писали, конечно, призывы к массовым беспорядкам, это такая, в общем-то, достаточно тяжелая статья, поэтому такие завуалированные были обращения, что если бы ДПНИ было бы организатором этого мероприятия, то она, конечно же, обратилась бы и призвала всех-всех-всех прийти 11 февраля, выйти на Манежную площадь и вот так вот собраться вместе и, в общем, показать власти, кто здесь хозяин. Но, в общем, даже несмотря на это, людей и 11 февраля тоже было много, а вот для ДПНИ подобная, подобная, как бы, вольность имела, в общем-то, роковые последствия. Буквально в течение четырех дней, 15 февраля движение собирало свою пресс-конференцию и туда пришли представители прокуратуры, которые вручили бумагу, в которой говорилось, что деятельность движения, скорее всего, экстремистская и будет, в общем-то, обсуждаться в суде. А до тех пор, собственно, всякая деятельность движения приостанавливается. Вчера состоялось первое предварительное заседание и 5-го числа, 5-го апреля уже будет по существу дело ДПНИ рассмотрено. Дело о признании этой организации экстремистской. Но надо сказать, что, в общем-то, данные действия правоохранительных органов имели успех. Сегодня не только на вот этом, на сайте ДПНИ, да, никаких обращений не было по поводу того, что вот давайте выйдем, давайте соберемся. Ничего подобного, только какие-то статьи касательно выборов, которые пройдут на выходных. Но надо сказать, что даже анонимный твиттер, вот этот вот один за всех, такой вот громкий никнейм, да, один за всех и все за одного, но это вот скандировали, этот лозунг скандировали на Манежной 11 декабря. И даже этот твиттер ни словом не обмолвился о том, что вот этот вот день, когда сегодня вот там все должны собраться, в общем-то, и совместно выступить. Таким образом, ну, по таким, в общем-то, косвенным признакам мы понимаем, что, в общем-то, никакие не фанаты стояли за попыткой объединить всех болельщиков на Манежной площади, а совсем другие люди. Ну и, судя по тому, что происходило сегодня, потому что будет происходить в суде, дело ДПНИ будет теперь разбираться в суде, ну, в ближайшие месяцы мы вряд ли увидим призывы вновь собраться на Манежной площади. Спасибо, Илья Васюнин, выяснил, кто стоит за движением 11 декабря.